Самым счастливым человеком. Я впервые там, не могу этого понять до сих пор. Это было лет 12 назад, у меня была поездка в Индии. Я просыпалась, и я ни с того ни с сего говорила, что я счастлива. Я иду по улице, остановлюсь, и я вдруг, я до сих пор не могу это понять. Я счастлива. Вот с того момента у меня идет период счастлива, и все. Чтобы моя жизнь не появлялась, я научилась благодарить за то, что у меня есть. Потому что я вижу, я хожу, у меня есть руки, ноги. Я могу поменять свою жизнь в любой момент. Это внутри меня. Вот такое у меня произошло в Индии. Странно. От чего и с чем это связано, я даже не знаю. Есть несколько этапов жизни, которые меняют людей. Когда, допустим, я была в Камбодже, мне стояло в храме. Я просто подняла руки к небесам и сказала, Господи, дай мне эти знания, энергии, дай мне эту мудрость, я отдам людям. Я не знаю, откуда это пришло. Причем для меня остается такой же загадкой. Почему-то отдать, не взять. Я всегда говорю, это странное состояние. Когда ты берешь одно, а когда ты отдаешь, ты совершенно другим становишься. Это другая энергетика, это другая потребность. И мир становится другой. Он меняется для тебя в красках. Я от темы отошла. Хорошо, хорошо. Это вопрос у нас был. Особенно, что такое счастье и в чем оно. Но вы, в принципе, ответили замечательно. Если есть что-то добавить... Нет, я хочу добавить, чтобы любой человек в этой жизни поменял отношения. Очень часто нам говорят, есть такое правило, жизнь — это черно-белая полоса. Я очень много лет говорю, что это не черно-белая полоса. Мне говорят, ты должен там оставить на черный день. Я отвечаю, у меня было столько черных дней, что их пора закончить. И много лет назад я сказала, что это не черно-белая полоса. Жизнь — это радуга. Там много цветов, там много оттенков. И ты живешь. И когда мне бывает грустно, я не знаю, с кого такое депрессия, бывает грустно, что-то у меня не складывается. Я в этот момент говорю, вот сегодня мне все фиолетово, и ты меняешь, то есть фиолетовый цвет и черный, это разное, и у тебя жизнь меняется. Вот когда человек начнет понимать, что не черная и белая полоса, а это радуга, и он все время будет видеть представление вот эту радугу, то у него и жизнь будет такая. Вот поэтому желаю каждому человеку, чтобы его в жизни, в доме, в глазах, в душе, в сердце была радуга, тогда будет все прекрасно.